Армия обороны Израиля ликвидировала преемника убитого генсека Ливанска Хезбаллы Хасана Насралы и его преемника, заявил израильский премьер-министр Бениамин Нетаньяху. На минувшей неделе СМИ сообщали о гибели Хашема Софиадина, которого называли новым лидером Хезбаллы. «У Израиля есть право защищать себя, у Израиля есть и право победить, и он это сделает. Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого Насралу, а также преемника Насралы и преемника его преемника. Сегодня Хезбалла слабее, чем когда-либо за многие годы», — сказал Нетаньяху в видеообращении к нации. После смерти Хасана Насралы, погибшего в результате удара израильской авиации по Бейруту, его преемником стал Хашем Софиадин. 5 октября телеканал Аль-Арабия сообщил, что накануне ночью он был убит в результате израильского авиадара по Бейруту. Армия обороны Израиля его убийства официально не подтверждала, но 8 октября, за несколько часов до обращения Нетаньяху, министр обороны Израиля Юэв Голланд заявил, что Софиадин, вероятно, был убит. При этом в своем обращении премьер Израиля не уточнил имя погибшего преемника-преемника Насралы. Беймини Нетаньяху призвал граждан Израиля вернуть себе свою страну и освободить ее от бойцов Хезбаллы, чтобы война могла закончиться. «Вы заслуживаете Ливан, который будет другим. Не позволяйте этим террористам разрушать ваше будущее и дальше». Отметим, что Хезбалла признана террористической организацией в США. В Евросоюзе террористической организацией признана военное крыло Хезбаллы, но не политическая партия, которая имеет своих депутатов в Ливанском парламенте. Хасан Асраллан, возглавлявший Хезбаллу более 30 лет, был убит в результате израильского авиаудара, нанесенного вечером 27 сентября по штабу группировки в квартале Дехия на юге Бейрута. Также Хезбалла выпустила ракеты по Израилю на следующий день после нападения на него палестинской группировки «Хамас», признанной террористической в США и ЕС, в октябре 1923 года. С тех пор обстрелы на границе происходят почти ежедневно. Десятки тысяч жителей эвакуированы из приграничных регионов с обеих сторон. Израиль начал операцию «Стрелы с севера» против Хезбаллы 23 сентября. Целью были названы уничтожение военной инфраструктуры террористической организации и обеспечение условий для возвращения эвакуированных израильтян в свои дома на севере страны.